всем привет меня зовут андрей кузнецов и сейчас я вам расскажу про наш самый главный сайт бэминфо его структуре и той платформе на которой он базируется всем бэм меня зовут андрей кузнецов и я хочу вам показать представить доклад с таким вот незамысловатым названием бэминфо платформа и сайт потому что я буду рассказывать про сайт бэминфо и той платформе на которой он базируется прежде чем перейти к содержательной части доклада я хочу вам напомнить что сегодня у нас соб мы нам удалось собрать беспрецедентный состав команды бэм из москвы и симферополя от отцов основателей вроде виталий и вегида до молодых амбициозных и талантливых разработчиков от группы технических писателей до разработчиков блоков и инструментов поэтому если проводить аналогию со спортом то это какие-то просто бэм олимпийские игры сегодня у нас питере и не теряйте своих шансов общайтесь задавайте вопросы потому что такой возможности у вас в ближайшее время не предвидится так ну что ж приступим немного обо мне вот мои основные контакты я работаю около полутора лет в яндексе и в последнее время занимаюсь с разработкой инфраструктурных решений для сбора и публикации документации по библиотекам блоков и другим инструментам так сейчас перейдем на показу сайта боминфо значит я построю свой доклад следующим образом сначала я немного расскажу о содержании всех разделов которые сейчас есть на боминфо потом мы окунемся сказать в историю создания этого сайта а после этого я продемонстрировал вам действие нечто новое то что мы никогда до сих пор не показывали новый инструмент вот ну что ж поехали сейчас как казахский поэт песенник буду петь о том что вижу значит раздел методология здесь у нас собраны фундаментальные основные статьи по об эму там история создания основные понятия и если вы так сказать хотите влиться в наше стройное и родное бэм комьюнити то этот раздел просто там массе для ознакомления сразу же в разделе инструменты у нас собраны все наши наработки вокруг б методологии такие как сборщики оптимизаторы шаблонизаторы вот превосходная система y-modules а синхрон а синхронный модульный javascript прекрасный проект генератор бэм стапа от жени гаврюшина генератор бэм проектов при этом периодически здесь появляются новые инструменты обновляется документация по существующим поэтому почаще сюда заходите чтобы ничего не пропустить наверное самым важным разделом на сайте бэм инфо является раздел библиотеки здесь мы показываем документацию по нашим библиотекам блоков от свежачок буквально из нового бэм history то что он себе уже показывали есть не так много блоков но документацию по ним вы уже можете просматривать в разделе технологии мы публикуем материалы по шаблонизаторам бэм html бэм 3 правила составления бэм джессона материалы по и бэм джесс все эти документы вся эта документация она содержит от зависит от версии бэм корр и с выходом новых версий бэм корр она будет обновляться дополняться другими обновленными материалами в руководствах собраны некие так сказать конечная документация по созданию проектов или вот вот например заготовка проект готового проекта полезные вещи при создании собственных приложений все наши выступления с наших бы мапов или других конференций видео докладов мы также стараемся публиковать на нашем сайте bm info в разделе выступления поэтому если вы что-то пропустили или хотите еще раз освежить для себя в памяти то заходите сюда и просматривайте материалы видеоматериалы анонсы ой прошу прощения я забежал вперед анонсы у нас размещены в разделе события в том числе вот последний анонс это наше сегодняшнее радостное мероприятие бмап в санкт-петербурге в качестве новостной ленты у нас выступает раздел блога здесь мы публикуем новости по обновлению или появлению каких-то новых библиотек инструментов и всякие изменения на нашем родном сайте следующий раздел форум его работа будет подробно освещена буквально в следующем же докладе от коля ильченко поэтому я с вашего позволения его пропущу я не хочу их есть колин хлеб так сказать на страничке работа мы публикуем в вакансии в том как внутри яндекса так и вот каких-то вот других конторах европейских это все что все вакансии которые связаны где требуется знание бэм проекты на бэм уже на эту страницу делал делался акцент внимания с указанием гитхабовых репозиториев и авторов проектов это счастливые лица всех людей которые публиковали материалы размещенные на нашем сайте если вам есть что нам написать какие-то successful stories по бэму то присылайте мы их опубликуем и разместим вашу фотографию здесь рядом вот с этими вот самыми людьми ну и наконец на сайте есть возможность просмотра материалов по интересующих вас темам по тегам например если вы хотите посмотреть материалы по css вы просто выбираете тег тег css и просматривайте соответствующие статьи тех из вас кто с нами подольше так сказать ветераны бэма они должны помнить что у нас раньше был другой сайт еще в прошлом году до конца прошлого года он выглядел примерно вот так вот вот так вот выглядел но он обладал рядом фатальных недостатков из-за которых в какой-то момент просто перестал нас полностью удовлетворять он был построен на основе генерации статических веб страниц в нем отсутствовала возможность оперативно добавлять и изменять данные вы бы отсутствовала возможность вывода каких-то кастомных гибких данных результатов возможность доопределения переопределения и все эти недостатки мы в той или иной мере смогли разрешить когда создавали новый сайт бэм-инфо неправильно будет полагать что он ориентирован только на вас только на внешние бэм комьюнити да в основном это так но им также достаточно часто и хорошо пользуются разработчики яндекса разработчики внутренних библиотек блоков сервисов прочие разработчики однако для них мы создали собственный закрытый сайт мы его называем сайт лего или лего сайт на нем собраны материалы по версиям по внутренним библиотекам блоков также какие-то специфические материалы по правильному оформлению кода гайдлайны и прочие вещи которые нужны только так сказать внутри яндекса как вы видите оба этих сайта они достаточно похожи ну с точность с точностью до каких-то элементов дизайна и есть смотреть со стороны сервера некоторых наличие или отсутствие некоторых модулей и делались они примерно одновременно и в какой-то момент мы поняли что общую часть уровень клиентских и серверных блоков общую часть можно выделить в отдельную сущность вот что мы и сделали и мы ее назвали бэм сайт энджайн естественно мы эту штуку за open source или тут же а чё нам ну мышь не мышь не жадные мы все-все-все в народ все людям вот и бэм сайт энджайн представляет по сути движок на котором работает бэмет фо и лего сайт сейчас я вам хочу продемонстрировать этот движок в действии мы склонируем так есть а мне подсказывает что нужно сделать крупнейшую так видно так мы склонируем себе эту штуку я запущу сейчас алиас который установит нам все зависимости соберет тестовые данные и запустит сервер пока это все происходит вернемся к репозиторию бэм сайт энджайн и я расскажу что у нас получится в итоге мы запустим некий маленькую копию такую сайта бэм инфо у которого на главной странице будет вот это вот содержимое ридми файла также будет документация из других маркдаун файлов вот в этой вот папке docs также мы отобразим документацию по библиотеке бэм компонент и у нас будут еще разделы авторов и тегов аналогичные тем которые есть сейчас на бэм инфо обратите также внимание что вот здесь вот у нас есть ссылки на соседние маркдаун файлы в github репозитории они валидны относительно файловой структуры внутри версии данного репозитория отметьте себе пожалуйста этот важный момент так вернемся к терминалу что у нас там происходит у нас еще бовар ставится вот бандлы начали собираться так ну давайте немного подождем вот что что еще ладно пока там это все происходит вернемся к сайту бэм инфо давайте откроем типичный какой-нибудь документ вот обратите внимание кстати на дату изменения файла дату изменения документа это дата не просто взята от балды так сказать она достаточно честная потому что это дата последнего коммита вот это маркдаун файла в этот репозиторий поэтому доверять ей можно доверять кроме этого у нас если вы не видели есть ссылки если вы заметили какие-то ошибки вы можете написать об этом на github он попадет ваш пост вышесы репозитория откуда был загружен от маркдаун или напрямую поправить статью с помощью сервиса прос его вот такие вот у нас еще есть штучки так ага что-то у нас тут уже запустилась на 80 порту опа вот у нас такой вот бэм сайт энджайне с тестовыми данными здесь есть документация бэм компонент с авторы здесь я только автор и теги у меня каждый каждый документ протегирован так теперь остановим сервер откроем код бэм сайт энджайна в редакторе кода так прошу прощения сейчас одну одну секунду что-то такое так для следующего пункта в моем докладе мне нужен доброволец из зала кто хочет поучаствовать поднимите руку это не больно отлично назовите любой github репозиторий на ваш выбор rails ну надеюсь там есть там есть надеюсь маркдаун файл отлично отлично так редми да так давайте выведем этот маркдаун на наш сайт значит у нас появится в главном меню новые раздел rails с роутом rails сейчас прошу прощения вот так так это мы добавили теперь нам нужно перезапустить данные сборку данных но достаточно быстро должна произойти вот она у нас закончилась так перезапускаем сервер так опа у нас появился так Продолжение следует...